И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, на обзоре одна из тех пушек, которая еще неделю назад стала сверх жестконагибаторской, но пару дней назад ее все-таки занерфили, я не знаю зачем были сделаны эти движения, зачем было сначала апать и так хорошую пушку, ну а после чего ее брать и нерфить. Сегодня речь пойдет о Жиге, скатаем на ней пару боев, посмотрим что она из себя представляет на данный период времени, я честно на ней не сыграл ни одного боя в матчмейкинге, да и кроме матчмейкинга тоже вроде нигде не катал на ней, посмотрим что она покажет, скатаем на Хоре Жиге, если я не ошибаюсь, когда ее бустанули неделю назад, я на ней тоже скатал, поэтому будет интересно рассмотреть получше это вооружение на данный период времени и убедиться в том нагибает ли оно или нет. Полноценный обзорчик, думаю что по режимам пройдемся по контролю точек, по регби, может быть еще зацепим ТДМ, все зависит от того насколько будут большие бои, ну и надеемся на то что не будет большого количества тесил против, все таки сейчас у нас в игре немножечко другая мета и возможно я встречу с очень жесткое сопротивление, меня будет просто пинать как лоха, ну ладно, не в этом суть, смотрим, катаем по дрону бустер, я считаю что лучшие дрона для продувов вообще нет, да и сейчас в принципе я не катаю уже довольно длительный период ни на каких там защитниках и других дронах, считаю что очень эффективно, круто и бомбически как по мне подходит непосредственно Жиге, так, сейчас чуть звук сделаю потише, сорян, если кликнет, так, ну и давайте задача хотя бы дать киллов 25-30, было бы неплохо посмотреть, по критам у Жиги все стало намного хуже, но если учитывать тот факт, что до этого там криты были ваншотные, то теперь просто в 2 тика Жига должна уничтожать, ну и плюс там фикс урона, фикс дальности произошел, если сравнивать например с той же Теслой, понятное дело, что Тесла будет себя показывать намного лучше, но если уж посмотреть исключительно только на Жигу, то интересно вообще сколько я смогу с нее дать, но уже вот после полторы минуты, офигеть, с такой дальности теперь Жига не наносит урон вообще, за полторы минуты уже могу сказать, что х чувствуется, да, чувствуется, что не так уже прекрасно себя показывает эта пушка, хоть и криты здесь моментами вылетают по 600-700 урона, но я не понимаю одного, да, зачем было трогать эту пушку, для чего? То есть была хорошая сбалансированная пушка, они взяли ее апнули, увидели то, что все катают только на Жиге, никто не покупает фризов, и решили такие, ага, хорошо, значит мы Жигу нерфим, приз апаем, чтобы все покупали фриз и играли на фризе. Ну, такой себе мув, я не поддерживаю его, скажу сразу, и вообще не понимаю, зачем такие вещи происходят, лучше бы чуть больше Теслы занялись, а то с Теслой какая-то вообще полная здесь сейчас происходит, надеюсь меня не чпокнет, хорошо. Ну и давайте попробуем овер прожать по 1000 за тик, по 1000 за тик скрита, но это неплохо, если честно, по 1000 за тик скрита, это довольно неплохой урон. 6 киллов за 3 минуты, мало, 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 определенно мало, ну стараемся выиграть, стараемся выиграть, и посмотреть, сколько вообще очков, да, то есть если 600-700 будет, то, ну, наверное, значит что-то среднее с этой Жиге и осталось. Понятное дело, что когда ее бустанули, она была прям вообще фул имба, кстати, можно было бы, не, наверное, в джагере не будем, в джагере будет очень тяжко, если тайминги не пойдут нормальные, я думаю, что мы лучше в каких-то видосах достанем приза в джагере с джигой, ладно уж, в джагер наут заходить не буду, то я боюсь, что я там вообще ничего не смогу сделать. Так, ну вот, 50% ренз сдувается, в принципе, как и раньше, еще такого сверх страшного не произошло. Дальность, очень сильно чувствуется дальность, очень сильно ее не хватает, вот эти вот 5 метров, которые они занерфили, раньше дальность была 20, 20 метров, стало 15, чтобы вы понимали, 5 метров это вот один такой бортик, один вот такой бортик, вот, видите, это 5 метров, то есть, соответственно, было на 4 таких борта расстояние у джиги, сейчас это расстояние на 3 борта. И один борт, кажется, да, ничего такого сверх страшного, но это очень жестко нерфит пушку, да, и фреза у нас тоже в этом плане нерфанули, чтобы они себя не чувствовали максимально комфортно, я с точки зрения того, что играл и играю на продувах довольно-таки часто, ну, в последнее время чуть-чуть меньше, конечно, могу сказать, что это очень сильно чувствуется, очень большое количество киллов на такой пушке дается именно с 15 по 20 метров, а теперь у тебя вообще нет возможности с этого расстояния наносить какой-либо урон, и это, конечно, не есть круто, не есть круто. Ну, ладно, бой мы проигрываем, по киллам у меня вроде более-менее, поймать бы какой-нибудь еще стайминг хороший, где-нибудь накелять оппонента, который там стоит на чпокинге, так, но здесь один только. Одного я бить, конечно, ой, на одного я, конечно, овер прожимать не буду, хантер прожимает на меня, можно было бы ему контур овер, конечно, дать. По овердрайву, ой, по овердрайву говорю, по иммунитету, который я использую по устройству на корпус, это у нас, как всегда, иммунитет от подавления. Я нахарек на данный период времени считаю, что лучше вообще устройства нету, мне очень сильно заходит это устройство и альтернативы. Ну, есть, конечно, там, можно взять какие-нибудь иммунитетики от того же, там, пробития, да, иммунитета от Эмми, но по большей части мне очень нравится то, что показывает именно этот иммунитет, и довольно большое количество ситуаций происходит на карте, когда тебе прожимает, там, хантер овер, вы попадаете под бомбу васпа, и у вас становится вот этот вот замечательный эффект подавления, и вы не можете в этот тайминг вжать овер и дать хорошее количество киллов. Поэтому я все-таки считаю, что этот иммунитет именно нахарек, именно нахарек, не говорю про другие корпуса, очень хорошо подходит и отлично себя показывает за счет того, что у вас сама пушка, ой, вернее, сам корпус имеет довольно частый овердрайв. 25 секунд до конца мы ведем на одну точку, но у нас начинают отхватывать все, и это попахивает тем, то, что мы сейчас эту каточку сольем, 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 сольем габелье. Габелье. Или захватим и выиграем. Успеем выиграть? Интересно. Видите, вот, прожимаю овердрайв и ничего не могу достать. 3 секунды. А, нет. Откатило очень много точек, к сожалению. Так, проигрываем бой, получаем 1500 и 17 киллов. Но 17 киллов это, ну, нехороший результат, нехороший результат, я скажу сразу. 17 это мало. Мало для год 2042. Ну, даже на условном страйкере в этой катке можно было бы дать от 25, я уверен. Скатаемся с регби. По урону вроде более-менее. Вроде более-менее, но расстояние очень сильно чувствуется. И за счет этого я могу сказать, что та жига, которая была до этого буста, да, вот, неделю назад был буст жиги. Крит урона, там, урона в целом. А вот до этого буста, да, и без теперешнего нерфа, та жига все равно была лучше. Но на той жиге никто не играл, да. А если на той жиге никто не играл, то какой смысл играть тогда полноценно на этой жиге? Тогда и на этой жиге особо смысла никакого играть нету. Правильно? Здесь уже делаются такие определенные выводы. Ладно, запикались мы на довольно неплохую карту. Попробуем выиграть. Попробуем выиграть. Критов тоже очень мало. Мне кажется, что количество самих критов было больше. Неделю назад. Сейчас как-то это количество такое. Очень-очень небольшое. Ну и здесь Теслочка меня уже начинает чпокать. Так, 0-1 после одной минуты. Стараемся сейчас уничтожить оппонента. Меня чпокает в очередной раз. Так, 5.30 до конца. Овертрайф у меня сейчас будет. Было бы неплохо поймать противничка. Орес прожимает овер. Меня чпокает. Орес сейчас еще один доставит, по ощущениям. По ощущениям попахивает еще одной доставкой. Да, 0-2 летим. Я даже не знаю, где здесь по тайминг овер прожимать. Сдуть-то я сдулась. А вот где теперь мне этот овер дать? Ладно, давайте Сэм очкопнем. Сэм тут подпикнулся. Этим у Сэма. Здесь потушим по-быстрому так. По 500 скрита. И здесь под куполом молодой. И я ему только по сотке. Фулл баллон слил. И Ореса так и не слил. Жалко. Обидно. 2 минуты прошло. У меня 6 килов. Но по сути, наверное, это около тридцатки. Ладно, не буду сейчас загадывать. Давайте просто стараться. А там уже будет видно, сколько лет килов дам. Тестирует Сэм какой-то супер рельс. Замечательную. Что-то на Жиге, кстати, башня поворачивалась очень долго. А, это на весь заморозки. Я уже думаю, что-то будет. Башня медленно крутится. Так, 4.20 до конца. Было бы неплохо сейчас хотя бы попробовать поставить один. Потому что, ну, так жестко проигрывать я бы не хотел в бой. По мне это очень больно, Вастенька. Доставочку. Хорошо. Сюда. Еще овердрайв. Овердрайв, я думаю, если честно, что у меня сольют. Я просто дам пробитие. Ну ладно, не слили, так и не слили. Пустую, можно так сказать, потратил овер свой. Пустую потратил овердрайв. Так, попробуем сейчас быстренько мучь и покнуть. Если получится, а мне не получится, мне что-то зарубить. Хорошего. Так, ареса, давай, давай, давай. На один крит только на 500 сунул и все. Полбоя, 11 киллов. При этом я еще 9 раз помер. Ну, плохо, 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 плохо. Есть у нас буст викинга, да? И с викингом потенциально результат должен быть намного качественнее и лучше на жиге, да? Но если она и с харьком особо сильно ничего не показывает, то я думаю, что и на викинге результат сильно уж лучше не станет. Шафт меня вообще начеполкает по-жёсткому. Теслочка в очередной раз везет на доставку. Ну и по ощущениям я уже лечу 5-1, офигеть. Но меня здесь просто жёстко разваливают. Команда у меня, конечно, топовая. Ничего не скажешь. Попробуем давать вот этого вот титана. Нафигеть, он мне ваншот даёт. А что у него по устройству? А, без устройства. И так много урона наносит, что у меня на 25-ка вообще ничего не сейвит. Странно. Ладно, есть 2,5 минуты, есть овердрайв. Пробую сейчас кильнуть. Кильнуть. Одного кильнул. Шафт при цели. Шафт работает на меня. Нет, не работает на меня. Прожимаем овер. Давайте попробуем слить, слить. А, Реса не добил. 15 киллов. Тиммейт доставит? Нет, тиммейт не ставит. Тиммейт не ставит. 2 минутки. Давайте сильнее чего-то тут на чпокинг посадим. Я сам с бомбочки взорвался. Так, Рес ведёт по центру, прожимает овердрайв. Сейчас всех на чпокинг посадят. И похоже, это будет габельная. Это габельная, но доставки... 1 мая. Подборчик. Работаем. Подборчик. Работаем. Нет. Не уничтожу. 16 киллов. Для такого боя 16 киллов-то мало. Это мало. Это мало. Здесь можно было бы... Приведу пример опять страйкер. Можно было бы очень много дать на страйкере. Ну, 30 я думаю, что можно было здесь всунуть на страйкере. Мне тут кажется. Я уж не думаю, что я не мог бы 30 здесь на страйкере всунуть. Отличная карта, маленькая. По таймингу здесь просто накидочку это оформляешь. Я думаю, что 30 здесь бы всунулась. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но мне кажется, что 30 всунулась. Так, минута. Я лечу 6-1. 6-1. А рез очередной раз тут пушить будет сейчас. Опять у него есть куб. О, этот овер. Попробуем его на раскрутке. Давайте он сейчас шар пустит. Ой-ой-ой. Ой. Ну, хорошо, он хоть не нахилил от шара. Он мог еще нахилить себе очень много хп. Так, 40 сек. 40 сек стараемся. Счет еди... У меня УП единица. УП единица на хоре жиги. Когда такое было? Объясните мне, пожалуйста. Я не помню, честно, чтобы на... На единицу можно было играть. На такой... На такой комбине. Это плохо. Определенно плохо. Это плохо. Давайте попробуем слить. Одного уничтожил, второго нет. 13 секунд до конца. Слитая катка. 20 киллов. Очередной бой на 20 киллов. Ну, 20 киллов для меня сейчас... Ну, как бы это не казалось там... Чем-то неадекватным, но это мало. Это мало. Это мало. За такую матчмейкинговую катку получать по тысяче, по полторы тысячи кристаллов... Это мало. А если это мало, значит, это вооружение себя не показывает. И, соответственно, я могу сделать вывод, то, что эта жига, которую занерфили, хуже, чем та жига, которая была до этого апа. То есть, две недели назад жига была намного лучше. При этом на ней никто не играл. В боях там максимум можно было встретить одну-две жиги. И теперь у меня вопрос. Зачем было сначала апнуть жигу, через неделю ее занерфить, и сделать еще ее хуже, чем ту жигу, которая была до этого? Зачем было нерфить полноценно дальность? То есть, ну, вообще какие-то движения происходят? Оставь ты ту пушку, которая была и так в балансе. Она была нормальной. На ней можно было всегда, в любой момент зайти, поиграть, кайфануть. По итогу что? По итогу мы ее бустим. Неделю на ней чилят, играют. Потом мы ее нерфим, чтобы ее вообще никто не использовал. Максимально странные решения, которых я не понимаю, честно говоря. И с которыми я не согласен. Как-то так, друзья. Я оставляю ту жигу в дальнее плавание. Я думаю, что к ней я пока с ней ничего не сделают, не вернусь. Да, в матчмейкинге она максимально уже не актуальна. Смысла в ее использовании я не вижу. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу продувов в целом. Поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал. Ну и если катаете на продувах, напишите, да. За счет чего вы используете, почему вам это нравится. И возможно у вас есть какие-то свои супер методы, чтобы на этих продувах показывать должный результат. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok